Добрый день! Сегодня анбоксинг. Давно их не было на канале. Все из-за того, что занят подготовкой обучающего видео по сквайрови и не хватает ни на что времени. Но вот вчера приехал Redimings от Мою и решил все-таки заснять. Помимо него там было еще несколько головоломок не настолько новых и интересных, так что как-нибудь потом пока полежат. Но Redimings требует внимания. Коробочка простая, бюджетная. Под брендом Milong выпущена группа головоломок. Как я понимаю, дизайнер. Видно, Джастин Коста. Купим Класс Ром. Этикеточка. Откроем. Вот такой вот. Понятно по названию, что Redimings это аналог обычного Redi кубика, который придумал еще Оскар в форме ДТК-экро. Посмотрим, что внутри еще. помимо подставочки есть еще вот такая вот не очень подробная инструкция. Ну, возможно, ей что-то можно сделать. Но я особо вникать не стал. Все по-китайски. Думаю, вряд ли интересно. Куда интереснее сама головоломка. Если рассматривать вращение Redi, то оно как бы неплохое. Не сравнится, конечно, с вращением юксиновского аналога 8-Petals. Опять же, если говорить о вращении из коробки. Но неплохое. у скажем так Додекаэдра Redi помедленнее. То есть из коробки он очень сухой и вращается так не очень быстро, хотя и легко. Я добавил немножко моро уже. Вчера сделал пару сборок и стало вроде бы получше. Но я думаю, притрется и станет более приемлемым. Вначале я думал, что собираться будет точь-в-точь как Redi. В принципе, так оно и есть, но есть некоторые нюансы здесь, которых нет в Redi. Ну и чтобы их показать, я, наверное, перемешаю. Вот примерно так выглядит Redi Minx. в перемешанном виде. Кстати, в одном из магазинов я видел название Plum Minx. Не знаю почему, не знаю с чего, на всех своих рекламных материалах мою, именно как Redi его позиционирует, Redi Minx мою, причем Mi Long. Новая линейка бюджетных головоломок Mi Long. Как раз 11 на 11 поступил в продажу заманчиво, но, наверное, пока воздержусь. Ну вот. То есть, поначалу, если мы брали Redi, можно было установить углы и потом ребра, которые, с какой стороны не ставь, они всегда становятся хорошо. К примеру, с правой встала и с левой. Становится ровно. Если мы возьмем форму додекаэдра, опять же, для начала найдем центры. Да, на додекаэдре есть центр, как на Megalinkse. По нему можно ориентироваться. Повернем все уголки сюда и попробуем поставить белые ребра на белую сторону. Ну, к примеру, бело-желтое сюда попробуем поставить и все хорошо. Но, если мы попытаемся поставить с другой стороны, в кубическом рэдде, по-моему, невозможно. Если я не прав, поправьте меня. Поставите ребро на свое место флипнутым. По-моему, такое невозможно в принципе. То есть, как здесь не вращай, ребро, если становится на свое место, оно становится правильно. Опять же, специалисты по рэдде, поправьте, если это не так. В форме додекаэдра в Рэдди Минксе вот бело-желтое стоит на своем месте между своими центрами. То есть, это не паритет. Это так и задумано. Это все-таки нечетная головоломка. Центры есть. Стоит на своем месте неправильной стороной. то есть, это вызывает некий интерес. То есть, не так быстро, как мне казалось, она собирается. То есть, надо еще смотреть, с какой стороны подводить ребро. Ведем красное сюда. То есть, я уже запомнил, если красный цвет с центром совпадает, для белой стороны, то станет хорошо. если нет, например, вот, белый-зеленый. Пытаемся сюда завести и вот видим, что встает не так. Вернем обратно. Ну и чтобы поставить, очевидно, переводим на эту сторону и отсюда уже загоняем. Ну, как бы на каждом слое свои особенности, свои нюансы, но смысл такой. Если не вставляется ребро одной стороной, вставляем его другой. Вот, введем синие. Вот, этой стороной станет неправильно, а этой, видимо, станет хорошо. Вот, первый слой собран. Аналогично собираются остальные и некие трудности опять начинаются на верхнем слое. Сейчас я дособеру и вернусь. ужин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 То есть, круг по всей грани. И теперь ставится на место. Аккуратно возвращаем. Возвращаем. Как бы технология еще не отработана. Это ни в коем случае не обучалка. Но вот то, что я заметил за пару сборок. Остается вот одно такое ребро. И с ним поступаем так же. Наверняка будут алгоритмы. Что-то выведет. Как это делать быстрее. Но пока вот так. Собран предпоследний слой. И чтобы собрать верхний. Мы делаем так же пиф-пафа. Как на обычном рейде. То есть, одно ребро собралось. Ну и, видимо, все тут хорошее закончилось. Мы видим, четыре ребра стоят на своем месте. Но не той стороной. И придется опять с ними что-то тут изобретать. Например, берем вот это вот зелено-серое. Перематываем через грань. Вставляем на место. Отматываем обратно. В данном случае, лишь бы не повредить предпоследний слой. А вот мы два ребра перевернули. Таким образом, остались еще два. Ну и делаем то же самое. Вроде бы так. Два ребра решаются. Редиминг собран. Я не засекал на время, так чтобы без остановок его собирать, сколько-то будет. Но не так уж и долго. Если потренироваться, притереть его. В любом случае, головоломка очень достойная. И в магазинах, по крайней мере, зарубежных, цена кубика Реди и декайдра Реди одинаковая. Реди, конечно, спортивный снаряд и на соревнованиях в качестве неофициальной дисциплины собирают. Но Реди Минкс крайне интересен. Не знаю, есть ли у него будущее в качестве неофициальной дисциплины. Как бы можно это рассмотреть. Но все же его собирать там не 10, 15, 20 секунд, как делают профессионалы по Реди, а подольше. А насколько дольше, нам, скорее всего, расскажет Владимир Кузнецов, который наверняка будет тренировать эту дисциплину. Скоро узнаем. Весьма рекомендую. Качественная головоломка, недорогая и весьма такая забавная и интересная. Причем, чем мне еще понравился Реди Минкс, потому что он небольшой, удобный, компактный, качественно сделанный. Но есть у меня старожил Болгиния. И вращается отвратительно. Но на Болгинии есть этап, который схож со сборкой вот этих ребер. Тут нет углов как таковых, но есть другие элементы. А вот ребра собираются идентично. И когда я на Болгинии дошел до верхнего слоя, до предпоследнего, и у меня вот эти вот флипы были, как здесь я сейчас решал, из-за плохого кручения я никак не мог вывести алгоритму, как бы их там перевернуть. Путался, ошибался, то, что вращать тяжело, забывал, что повернул, как бы ошибся, бросил, ошибся, бросил. Вот она у меня долго лежала. И на Рэдди Минксе я как раз отработал вот этот вот флип через грань. То есть, то, что это так и должно быть, а не порететь никакой именно Болгинии. И в итоге собрал на Болгинии все ребра. Более того, дособрал центры, начал собирать лепестки. Напомню, что Болгиния это аналог Рекс Куба. Рекс. Вот такой вот в форме додекаэдра. Но тут есть еще центры. Вот эти лепестки работают не совсем так. То есть, стандартная формула для лепестков, которую я использовал в кубике Рекс, здесь дает другой эффект. Поэтому, пока у меня тут застоприлось, вернусь из Белгорода. Обязательно еще покручу, насколько хватит терпения, Болгиния. Возвращаясь к Рэдди Минксу, недорогая, качественная, очень неплохая вещь. Рекомендую и коллекционерам, и тем, кто любит на скорость пособирать. Интересно. Но, соответственно, желательно владение кубиком Рэдди. Можно и без него, конечно, разобраться, тут ничего хитрого, но желательно. Если у вас нет ни того, ни другого, Рэдди лучше покупайте от Юксина. Эрпи, это уж называется. Недавно был анбоксинг на него. Уже магнитная модель, доработанная. Как заметил Константин Соловьев, а я не увидел, при вращении одновременно двух углов здесь ничего не цепляется. а на Рэдди слегка задевает друг друга. Как бы не критично, но факт есть факт. Технологии не стоят на месте. Тоже хорошая вещь. Ждем от Юксина Рэдди Минкс магнитный. Как-нибудь назовут его по-хитрому. Не знаю, как. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.